Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско. Чаще всего дарение недвижимости рассматривается как одна из форм передачи квартиры, дома или иного объекта близкому родственнику. В этом случае не нужно оформлять завещание, да и спокойнее еще при жизни распорядиться своим имуществом. Как подарить недвижимость дорогому человеку, чтобы не платить налоги? И в каких случаях платится налог, даже если сделка проводится между близкими родственниками? Узнаете прямо сейчас. Заключая договоры дарения, стороны не всегда задумываются о его последствиях, либо неправильно их понимают. Например, бабушка решила подарить свою квартиру троюродному племяннику, который по факту является самым близким ей человеком. Неприятной неожиданностью становится вопрос уплаты налога с такого подарка. Вместе с тем, налоговым кодексом установлено освобождение от уплаты НДФЛ доходов, полученных в дар по заключенному договору дарения между членами семьи и или близкими родственниками. Поэтому для начала разберемся, кого считать де юра близкими родственниками. Кто является близким родственником? Для цели исчисления налогов, а в данной ситуации речь идет об уплате НДФЛ, близкими родственниками считаются лица, указанные в семейном кодексе. Данный перечень является закрытым. В него входят супруги, родители, в том числе усыновители, дети, в том числе усыновленные, дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры, в том числе полнородные и неполнородные. В последнем случае речь идет о братьях и сестрах, которые имеют общих отца либо мать. Иные родственниками для цели исчисления НДФЛ не являются близкими и освобождение от налога на них не распространяется. Поэтому одаряемому подарок от неблизкого родственниками может в прямом смысле слова оказаться слишком дорогим. Бесполезный подарок принято называть чемоданом без ручки, а англичане именуют такой презент белым слоном. У этого выражения есть своя история. В Сиаме была традиция, по которой правитель вручал в подарок неугодному представителю знати белого слона. По законам страны занимать такого слона работой было нельзя из-за его священного статуса. Передаривать подарок человек тоже не имел права. А содержание животного стоило бешеных денег, и богач рано или поздно разорялся. Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обратиться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи от компании Роско позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. В каких случаях близкое родство не поможет? На практике распространены ситуации, когда близкие родственники имеют статус индивидуальных предпринимателей и хотят без налоговых последствий передать недвижимость от одного ИП к другому. Например, сестра, имеющая статус ИП, передает по договору дарения недвижимость своему брату, который тоже зарегистрирован в качестве предпринимателя. При этом ИП брата, то есть одаряемого, на протяжении ряда лет занималась сдача в аренду недвижимости, которая была получена в дар от сестры. Несмотря на близкие родственные отношения, налоговики доначислили более 5 миллионов единого налога при упрощенке, пение в размере 265 тысяч рублей и штраф почти 900 тысяч рублей. Налоговики посчитали, что раз подаренное имущество используется в предпринимательской деятельности, то близкие родственные отношения, позволяющие не платить налог в этой ситуации, не работают. Отправной точкой для расчета налога стал отчет от сынщика о рыночной стоимости недвижимости на момент заключения договора дарения. В суде ИП пытался защитить свою позицию письмами Минфина, в которых разъясняется порядок освобождения от налога сделок по дарению между близкими родственниками. Однако судьями было отмечено, что данные положения не распространяются на ситуации, когда имущество дарится для использования в предпринимательской деятельности. Нужно ли близкому родственнику подавать декларацию в налоговую инспекцию? В том случае, если одаряемый является близким родственником, то полученная в дар недвижимость не признается его натуральным доходом и НДФЛ с него не уплачивает. Налоговым законодательством определено, что физлицы не обязаны указывать в декларации по форме 3 НДФЛ доходы, которые освобождены от этого налога, в том числе и по рассматриваемым операциям. Никаких сообщений о том, что физическое лицо получило в дар недвижимость, налоговую инспекцию также не предоставляется. Договор дарения регистрируется в Росреестре. Потребуется следующий пакет документов. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность сторон сделки одаряемого и дарителя. При наличии представителя нужна нотариально заверенная доверенность. Правоустанавливающие документы на безвозмездно передаваемый объект недвижимости. Например, договор о купле-продаже, свидетельство о праве на наследство, если объект ранее был поручен в порядке наследования. Согласие супруга или супруги, заверенное нотариусом. Такое согласие нужно, если передается имущество, которое нажито в период брака, и если между супругами не заключен брачный договор. Другие документы. Перечень может варьироваться в зависимости от того, кто является дарителем и одаряемым. Например, если дарит недвижимость несовершеннолетний ребенок возрастом от 14 до 18 лет, то необходимо дополнительно предоставить письменное согласие родителей на указанную сделку. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова